Ну что, мой дорогой друг, я тебя приветствую, проходи, присаживайся, это у нас рубрика вне сюжета 30 декабря 2020 года. Да, я думаю, ты прекрасно понимаешь то, что это предновогодняя дата. И 30 декабря, я считаю, именно предновогодним днём, а 31 кто-то считает. Я считаю, что 31 это уже новогодний день, так как в этот день отбивают куранты и наступает следующий год. Вот, тем не менее, давай посмотрим на атмосферу, которую я сегодня для тебя создал, чтобы тебе комфортно уплеталось с салатами. И несмотря на темноту и холод, сегодня я принёс сюда софит с тёплым светом, создал такую атмосферу теплоты. За год мы поменяли всю ухлопную систему, включая коллектор, ну вы помните выпуск ремонт 14. Потом также мы исправили стук дверей, да и поменяли бензонасос. По сути всё, согласитесь, это немного для 25-летнего автомобиля, учитывая, что топливный насос был заводской. 25 лет проходил, вот так. И, конечно, на фоне этого я смотрю на современные машины и мне смешно. Да, и находятся даже люди, которые считают, что я отвергаю всё новое. Ребята, вы не правы. Сейчас я объясню свою позицию, чтобы вы тоже понимали. Так как всё-таки меня смотрится больше и большее количество людей, к счастью, да. В этом году, кстати, канал мой отметил, некую цифру 10 тысяч подписчиков, что в принципе очень даже круто. Для такого канала, который никогда не стремился ни к хайпу, ни к нарубанию там циферок красивых, чтобы побольше подписчиков. Нет, для меня прежде всего самое главное ваша активность. Вот чтобы вы комментировали лайки, дизлайки ваши. В новых автомобилях мне не нравятся даже не сами машины, а то отношение производителя, с которым они сделаны. И в качестве такого примера я выложил у себя на стене ВКонтакте пост, где есть фотография Hyundai i30. Это его полный, по сути, педальный узел. И, как ты видишь, там просто не хватает куска ковролина. Ну, что тут такого, подумаешь ты? Проблема кроется в мелочах в этих автомобилях. Почему они не зажигают во мне какую-то звезду, чтобы я замечтал о чем-то новом? Потому что, к сожалению, вот как вот в случае с этим Hyundai i30, да, где на полу не хватает ковролина. Это ведь говорит не конкретно об этой модели Hyundai i30 и проще. Нет, это говорит о всем современном автопроме. На самом деле я наблюдаю часто такое у современных машин, что нету проработки деталей. То есть нету внимания к тем местам, куда у тебя не падает первый взгляд. Вот самое, мне кажется, важное вот для этих машин. И, понимаешь, вот не хочется их покупать из-за этого. Я понимаю прекрасно, что Omega, старый Мерс, все равно рано или поздно закончат свой путь. И нужно будет на что-то пересаживаться по-современнее. Но ничего не разжигает во мне мечту. Вот только старые машины это смогли сделать. Старые японцы, старые немцы это могут сделать, да. Но, по сравнению современных, я не могу пока что ни одну модель даже выделить для себя, на которую я бы, в принципе, пересел. Тот же Паджерик, да, возьмем современный. Да он, по сути, на лонжеронах. Он перестал быть рамным джипом, да. Он просто размазня стал, понимаете. С этими ненадежными моторами современными. Для которых пройти 200 тысяч, это, оказывается, героизм. То есть для Omega 200 тысяч пробега с новья, это просто пройти обкатку. А для этих машин это уже чуть ли не... Многие говорят, вот, она прошла 200 тысяч без капиталки. Ну, нифига себе, блин, ну, что это? Понимаете, и вот именно из-за отношения производителей к своим покупателям мне не хочется совершенно новых машин. Вот именно из-за этого. Из-за того, что там не доложили кусок ковролина, там шумоизоляцию сэкономили, там не докрутили болт, там лишнего пожалели. И вот так вот, понимаете. И когда вот такую машину тебе продают новую за несколько миллионов, вот меня вот это всегда добивает. Вот, как будто, знаете, какое-то неуважение к самому себе вот такое покупаете. Просто, по сути, продукт маркетологов. Вот именно из-за этого. И, понимаете, здесь мои придирки даже не к отделке автомобиля. То есть, да, у хундайчиков, кстати, с отделкой все довольно-таки неплохо. Конечно, оно все изнашивается быстро, но в целом соответствует классу. У меня претензии к тому, ну, вот что это за экономия. То есть эти детали, на которые я обращаю внимание, они же спрятаны от первого взгляда, когда ты покупаешь машину. Когда ты ее покупаешь, тебя ослепляет приборка, там вспыхивающая, яркая и так далее. А потом, говорю, ты вот эти детали замечаешь со временем владения, и ты чувствуешь вот это вот разгильдяйство. Я вот против этого, а не против современных машин. Чем старые машины-то и подкупают до сих пор? А ты поражаешься, как все проработано, даже куда у тебя взгляд вообще вроде никогда и не упадет. Ты открываешь, а там все так продумано, все качественно сделано. Я даже, вон, смотрел в новых автомобилях, сейчас даже герметик кладут, ну, неаккуратно. Кажется, что машина как будто переделана в шараж гараже каком-то. И, блин, такое, знаете, просто неприятное отторжение возникает, как будто вот, ну, всем пофиг на тебя. Лишь бы ты купил, тебе вот эти кнопочки накидали на торпедо, все, типа, покупай, и все, уходи отсюда, давай деньги оставляй. Вот так вот. Что я хочу пожелать вам в следующем году? Давайте я вот так подойду к нашей сегодняшней замечательной звезде. Да. Жалко, снега нет. Как бы я сейчас хотел, чтобы снег еще сказочно так падал, но, увы, что приходится видеть, то приходится. И, завершая это видео, я хочу поздравить тебя с Новым годом. Пожелать тебе, прежде всего, здоровья. Потому что, если оно есть, то ты можешь двигаться. А если ты можешь двигаться, ты можешь сделать все остальное. Да, и Омега вам желает исполнения всех ваших желаний, чтобы у вас все получилось в следующем году. Самое главное, не откладывайте это на бесконечное потом. Пробуйте, пробуйте. Вот все, что я вам скажу, это работает реально, по себе знаю. Когда вот пробуешь, оно получается. Может быть, сначала криво, косо, через одно место как-то, но пробуй все равно еще раз добивайся. И я тебе говорю, пробьешь рано или поздно, и все у тебя будет нормально. А может быть, и сразу получится. Да, кстати, желаю, чтобы сразу все получалось. Вот как-то так. Все, ребята, всех с Новым годом, всем счастливо, и увидимся в 21-м.